Всем привет! Меня слышно? Я сразу скажу, что у меня первый раз в жизни опыт выступления в такой круглой аудитории, скажем. Мне бы не помешало здесь, наверное, лошадь, чтобы по кругу скакать и рассказывать свой доклад, и всех одновременно видеть. Окей, для тех, кто не знает, меня зовут Андрей Гавриков, я генеральный директор маркетинговой группы Комплета. В маркетинге я с 99-го года прямо вот со школьной скамьи с 15 лет зарабатываю деньги через интернет. В то время, когда в Москве я хороший специалист, в 99-м году получал 250 долларов зарплаты, я школьник, в 15 лет зарабатывал по 400 долларов. Чему несказанно, мои одноклассники были рады и ближайшие бары и рестораны тоже. В этом году нашему агентству уже 10 лет я прошел путь от помощника-маркетолога, вебмастера, аккаунт-менеджера в агентстве. И последние несколько лет мы работаем в основном с B2B-компаниями, с российскими производителями, компаниями, у которых есть дилерские сети. То есть тот, собственно говоря, проект, те продукты, которые делаем мы для компаний с дилерскими сетями, не делает никто в России, я это ответственно заявляю. У нас самая мощная, лучшая экспертиза. Окей, о чем меня сегодня попросили рассказать? Меня попросили рассказать о том, как системно и комплексно подходить к маркетингу, для того, чтобы у вас была лидогенерация, для того, чтобы вы не только клиентов с холодным спросом сформированным собирали, но и вообще грамотно могли выстроить весь этот процесс. С чем я сталкиваюсь? Ну вот на большинстве конференций, я в году выступаю, ну минимум, наверное, на конференциях 30, про вебинары я уже молчу. Очень часто я вижу такой подход, что, ну, ребята, маркетинг — это все глупости, вот, вам надо выстроить лидогенерацию, вот, вороночку продаж, на входе там тысяча звонков или тысяча посещений, там 300 заявок, 100 встреч организовать, 20 договоров, и все будет очень просто и хорошо. Ну и мы такие окрыленные все с конференции выбегаем, видим такой путь, думаем, вот, сейчас точка А, точка Б, сейчас мы туда придем, все будет хорошо, легко. На самом деле, как бы, реальность оказывается немного другой, и путь не такой прямой. Почему? Потому что маркетинг, да, и выстраивание процесса входящих заявок от клиентов, как одна из частей его, это очень сложный процесс, многофакторный, на котором лежат внешние факторы, внутренние факторы. И для того, чтобы грамотно выстроить вот этот весь путь клиента, в который входит как часть воронка продаж, в серединочке вот там, нужно сделать много определенных важных нужных шагов. Нужно в компании выстроить так называемую систему электронного маркетинга, систему диджитал маркетинга, как хотите, называйте это. Это все, что относится к мобильному маркетингу, приложение, всевозможная история с дополненной реальностью и так далее. Это интернет-маркетинг весь полноценный, это CRM-система, конечно же, цифровые продажи, как я называю, это все онлайн-консультанты и прочая-прочая история. Это, конечно же, IT-системы. Например, то, что мы делаем для компаний с дилерскими сетями, это все, что касается сквозной аналитики. То есть в компании для того, чтобы выстроить этот путь клиента, надо его цифровать с помощью всех этих инструментов. Понятно, что не каждому бизнесу это нужно, не на каждом этапе развития, но это важный пункт, который в компании в принципе должен быть реализован за несколько лет. Через какие шаги проходит маркетолог в компании для того, чтобы все это дело выстроить? Постановка целей первичной, понимание для чего и как мы делаем с точки зрения бизнеса, не с точки зрения показателей SEO, чего-либо еще. Понять сегменты целевой аудитории, понять наше позиционирование, найти места, где тусуются все наши клиенты, найти инструменты, как до них достучаться. Расписать вот этот путь клиента подробно под каждый сегмент, УТП под них, разобраться с конкурентами, понять, что у нас сейчас неправильно с технической точки зрения и с точки зрения маркетинга в компании. И на основании уже этих данных разработать стратегию, медиаплан, финансовый план окупаемости, пошаговый план работ тактический. Вот, к сожалению, этого нет, ну, там 90, там, не знаю, там, 5% компаний, наверное, точно в России. И дальше уже потом начинаются пляски с рекламой. Ну, обычно у всех все наоборот начинается. Сначала делается какой-нибудь там сайтик, запускается реклама, потом мы хватаемся за голову и думаем, а что же не так здесь? Как может выглядеть тот самый путь клиента? Я вам сейчас расскажу про такую универсальную совершенно историю. Она у всех может быть по-разному, но хотя бы общие вещи, чтобы понимали, какие есть инструменты. Первый шаг — формирование потребности. Когда у нашего клиента есть проблема, которую он еще не знает, или у него задача, в принципе, решена, но есть продукт более современный, более новый, о котором клиент не знал. Кстати, вот конференция, которая сейчас происходит, это как раз-таки презентация продукта, это вот работа по этому этапу, по формированию потребности в продукте. Надеюсь, организаторы потом меня не накажут. Основной KPI какой здесь? Да, это история по увеличению спроса вообще и заинтересованности в этом продукте, чтобы люди заинтересовались, чтобы сегмент рынка потенциального вырос. Какие здесь очень хорошо работают инструменты? Всевозможные спецпроекты. То есть, например, хаброхабро.ру, в сайт где тусуются айтишники, и компания Альфа-Банк там проводит конкурс, там, не знаю, там, мобильное приложение для физиков, ядерщиков, почему тебе важно, круто будет, полезно его скачать. Или вот компания InTouch проводит страховую компанию за бэкап свою жизнь, там, и прочее, прочее. Всевозможные конкурсы в социальных сетях. С помощью них можно достучаться до людей, которые в принципе вообще не думали в необходимости о вашем каком-то конкретном продукте. Вирусный маркетинг. История, которую в России буквально умеют, наверное, единицы делать. Я думаю, все этот ролик видели, да, замечательно, с говорящим хомяком. 12 тысяч хомяков продали за 4 дня, представьте себе, с одного видеоролика. То есть, вот это нормально сформировали потребность. Люди жили, не думали, тут бац, смотрите, какой забавный хомячок есть. Понятно, что это не подходит ни в коем случае для сурового B2B, для каких-то таких серьезных компаний, сложных, но как из инструментов тоже может быть использован на этом шаге. Тестирование. Мы вот эту, скажем, фишку, этот подход, маркетинговый механизм используем в нашем учебном центре, а мы являемся представителями Нидерландского института маркетинга. Что мы сделали? То есть, мы знаем, что наш потенциально огромный сегмент — это маркетологи, все, кто хоть как-то интересуется маркетингом. Что мы делаем? Мы взяли, выбрали 10 тестовых вопросов, разместили на сайте тестирования и таргетируем рекламу по социальным сетям. Маркетолог, проверь себя, насколько ты крутой по европейским стандартам. 10 вопросов. Вот, кстати, здесь есть кто-нибудь с маркетинговым образованием? Кто-нибудь руку поднимет? Нет, здесь есть. Как эластичный спрос почитать формулу, помните? Вот. Как бы, да, такая ситуация. И хотя люди получали это образование, хотя они его знают, но на скидку никто так не вспомнит. Потому что маркетолог, он вот как инженер, как мой папа инженер, который обслуживал в ПВО ракеты всякие разные, он говорил, инженер не должен знать досконально, как там устроена ракета. Но он должен открывать схему, щиточек, смотреть и понимать, где что нажать, где что заменить, чтобы она улетела. И здесь такая же история. Но маркетологи начинают отвечать на вопросы, там из 10 вопросов они дают правильный ответ, допустим, там на 5 вопросов, на 6. Потом за ним бегает баннер, говорит, слушай, друг, тебе нужно прокачаться в маркетинге, скачай там бесплатную методичку, приди на бесплатный вебинар. То есть на этом шаге мы ни в коем случае ничего не продаем. А если маркетолог отвечает на 8, на 9 вопросов, за ним бегает баннер, который говорит, ты крутой маркетолог, поэтому на тебе такой же контент в подарок. Он, конечно, об этом не догадывается. Самое смешное, за 3 года у нас был один-единственный человек, девочка с Киева, который ответил на 10 вопросов из 10. Такая вот статистика. При учете того, что там тысяч 6-7 человек прошли это тестирование. Это, конечно же, партнерский маркетинг, комаркетинг, это всевозможные совместные вебинары, конференции, email-рассылки по своим базам, работа в социальных сетях и так далее, и так далее. Это обмен клиентской базой, по сути. И высший пилотаж, такая вишенка на тортике, это свой информационный портал, свой блог. Допустим, вы продаете строительные материалы, напольные покрытия, что-либо еще. И вы берете и начинаете делать информационный портал, на котором есть статьи, которые находятся в поисковых системах. По запросам сказано, там, дизайн интерьера условно, что-то еще. То есть вот предыдущий шаг, когда клиент начинает только задумываться о ремонте квартиры, мы должны его схватить, мы должны дать ему правильный контент и должны потом донести идею о том, что есть тут очень классное напольное покрытие. И дальше я сразу забегу вперед. Информационный портал можно использовать на следующем шаге, через 2-3 шага, это отъем трафика конкурентов. Когда мы на сайте размещаем каталог продукции наших замечательных коллег с уникальным контентом, все, что есть, и те люди, которые приходят на ваш сайт по запросам конкурентам, попадают в базу ретаргетинга, то есть потом вы можете за ними бегать с баннером и предлагать свой контент, свою продукцию, и так отрабатывать этот трафик. Замечательная тоже история, очень неплохо работает. Следующий шаг — шаг поиска решений. То есть здесь история, клиент, когда понял, говорит, да, проблема есть, вот это зернышко начало прорастать, он начинает, соответственно, искать ответы на свои вопросы, начинает интересоваться, как же можно решить эту задачу. И наш здесь основной KPI — это процент охвата вообще уже целевой аудитории с предыдущего шага, которых мы привлекли, или те люди, которые автоматически оказались на этом шаге. Если говорить про B2B, что мы четко знаем конкретно, великолепно работают всевозможные исследования, весь контент, маркетинг полноценный, все статьи, книги, вебинары, методички, в формате как сделать, чем отличается это от этого, что лучше то или это, работает просто на ура. И, конечно же, выстраиваем все возможные точки контакта. Социальные сети, имейл-рассылки, группы в социальных сетях, профильные какие-то сообщества, порталы, авторские колонки и прочее, прочее. И здесь бегаем, опять же, с ретаргетингом, с полезным контентом. Мы не пытаемся клиентам что-то продать, у клиента нет еще потребности что-то купить. Наша задача — дать ему полезный контент, встроить ему в голову наш подход, нашу идеологию, и рассказать ему идеальную картинку того, как должен выглядеть тот продукт, который ему поможет. И частично активность какие-то с предыдущего шага, тестирование и прочее, прочее можно использовать. Следующий шаг — шаг сбора информации о продуктах, о компаниях, которые, в принципе, есть на рынке. Здесь уже всем знакомый KPI, целевой трафик в точку контакта, на ваш сайт, на вашу группу в социальных сетях и так далее, и так далее. Здесь главное — качественный контент на сайте. То есть, чтобы человек зашел, он просто не убежал. Говорит про качество большинства российских сайтов, но проблема есть действительно оптимальная. То есть, у нас большинство относится к сайтам, знаете, как либо к такой штуке, которую мы типовой набили как-то контентом, а все главное мы сделаем на каком-нибудь отдельном лендинг-пейже. Это, конечно, в корне неправильно. Весь сайт должен быть как такой конструктор из посадочных страниц под разные сегменты, под разные запросы, под разные градации спроса клиентского. И все это дело должно отрабатываться грамотным контентом. Это, конечно же, работа с конкурентным трафиком. Когда по запросу, например, «Битрикс24» продвигается компания «Мегаплан», совершенно не стесняясь. Это одна из возможностей. Вторая — это информационный портал, я говорил. Третья — тот же наш любимый ВКонтакте, в котором мы можем настраивать рекламу на группы конкурентов, в которых есть аудитория, перетягивать трафик к себе. Мы можем настраивать в Google AdWords рекламу на тех, кто смотрел видеоролики, подписан на канал ваших конкурентов. И также этот трафик забирать к себе. То есть те люди, которые задумываются о ваших конкурентах, вы можете как-то перетянуть к себе и попробовать с ними поработать. И есть еще очень замечательный подход, когда мы не пытаемся продать, склонить, скажем, клиента к продаже, к тому, чтобы он как-то к нам обращался, а мы пытаемся его обучить. Опять же, те, кто на предыдущем шаге не до конца разобрались. Вот великолепный кейс, я его уже много раз рассказывал, но работает он просто классно. По отзывам вот этого человека, который на одной из конференций встал, и моему компаньону сказал, что это моя компания, как бы это работает. Значит, тематика септики, продажи вот этих туалетов для загородных домов. И вот висят объявления, которые написаны по всем стандартам о Гилве. Септик недорого с доставкой, бла-бла-бла. То есть в 100 эти 80-200 символов впихнуть максимум рекламных лозунгов. У этого человека висит такое объявление. Не покупайте септики, вас могут обмануть. Или пять способов, как вас могут обмануть. При переходе попадаем, вот эта вся страница, которая есть, и снизу там еще три поля, имя, телефон, имейл, условно, на которые ты подписываешься, получаешь триггерную цепочку писем, которые отвечают тебе про пять способов, как продавцы обманывают. И шестым письмом идет уже приглашение бесплатно проконсультировать клиента. Очень круто, высший пилотаж. Если на вас есть крутые отзывы, кейсы на сторонних площадках, которые оставлены не сотрудниками вашей компании, а кем-то еще. Рекламный трафик можно гнать на эти площадки. Ну, классический такой пример, который используют, например, девелоперы. Есть там три-четыре объекта коммерческой недвижимости, и надо как-то их продать. Берется, находится какой-нибудь информационный портал, покупает за размещение статьи за сотню-другую тысячу рублей в зависимости от аппетитов и размеров этого портала. И пишется статья сторонним экспертам, где написано «Топ-5 объектов для инвестиций в коммерческую недвижимость в Москве в августе 2007 года». Четыре из объектов, которых принадлежат нужному нам девелоперу, а пятая статья, конечно же, объект конкурентов, но который явно проигрывает по всем параметрам. И рекламный трафик гонится туда. Окей. И еще очень важный момент. Работа вне сезон. Вот здесь очень много компаний теряет огромное количество клиентов. У нас такая добрая, наверное, половина клиентов — это околостроительная тематика. Уж поверьте мне, за столько лет мы наслушались всей этой истории, что сейчас не сезон, сейчас мы будем тратить деньги меньше. Наши клиенты так не делают. Последние уже года 3-4. Бюджеты расходуются в сезон еще больше, вне сезона расходуются больше, чем у всех конкурентов. Классический пример — строительство загородных домов. Я в маркетинг такой уже полноценно, серьезно вылупился из компании, где работал, если это можно назвать, диджитал-маркетологом в году 2003. И вот как это было тогда и как это есть сейчас, я общаюсь с людьми с этой тематикой, анализирую CRM. Самые сладкие, самые вкусные клиенты, которые приносят больше всего денег, они приходят не в марте, в апреле, когда все начинают запускать рекламу. Они приходят в декабре, январе, там и кусочек февраля. Те люди, у которых есть деньги, те, кто умеет планировать, те, кто подумал об этом заранее, они приходят в этот момент. Они обсуждают проектирование, инженерные системы, нулевой цикл какой-то, может, начинают что-то делать, если позволяет погода заранее. И все, компания клиентов уже в декабре, в январе, в феврале, по сути, получает. Остальной рынок весь за эти крохи борется в апреле, в марте месяце. И, конечно же, здесь традиционные рекламные инструменты, про которые я говорить не буду на этом шаге. SEO, контекст, медиа, SMM, все, что с этим связано. И подогрев по текущим точкам контакта. Мы же не просто так собрали подписчиков на предыдущих шагах. То есть у нас должна быть рассылка, у нас должен быть постоянный контент в социальных сетях, у нас должен быть настроен ретаргетинг, колл-центр должен приглашать на различные мероприятия, бизнес-завтраки, конференции, куда-либо еще. Полезный контент в целом генерим. То есть идет постоянная-постоянная работа со своими клиентами. И следующий шаг – ознакомление уже с продуктом. Наша задача здесь клиента, собственно говоря, довести до продажи, чтобы клиент пришел и наш замечательный продукт приобрел. То есть здесь подробно продуктовые странички проработаны прямо до мелочей. Досконально выявлены портреты клиентов, понимание их боли, потребностей, целей, задач. Подробно описано, рассказываем, как здесь в примере, почему там эта дверь стоит 60 тысяч рублей, почему надо покупать ее, а не дверь за 15-20 тысяч рублей. В чем отличия ключевые? Если это какой-то сложный, дорогой продукт, непонятный, новый для рынка, то есть подробно нужно показать презентацию, как это работает, почему условно говоря, аэросани – это лучше, чем какого-нибудь аэроглиссер или средства на воздушной подушке. И отзывы реальных клиентов. Вот с этим проблема, особенно начинающего бизнеса, стартапов. Я очень часто слышу эту историю, что у нас нет отзывов, у нас нет клиентов, и различные гуру бизнеса советуют разместить левые отзывы. Вот этого никогда не делать, потому что начинать бизнес с обмана – это заведомо такая печальная история. К тому же понять, левые отзывы или нет, очень легко. Клиент может вас попросить съездить на объект, который вы якобы построили, показать, пообщаться с клиентами. Ну или куча еще всяких других вещей, которые просто поставят вас как дураков, и вы свой имидж испортите навсегда. Если у вас есть возможность дать потестировать продукт, если вы продаете недвижку, приводите клиентов посмотреть квартиру. Сейчас вот в том же, кстати, США у меня знакомая работа в стартапе, которая делает вот эту виртуальную реальность для именно риелторов, для тех, кто продает недвижимость, девелоперов, застройщиков всевозможных. То есть клиент, у которого есть вот эти все 3D-очки, может прямо дома походить по новостройкам, посмотреть, как это выглядит, выбрать нужную квартиру, забронировать ее. То есть все идет к тому, что клиенту можно будет попробовать продукт, даже который раньше нельзя было дать попробовать дистанционно. Понятно, если автомобили, там приглашаем реально тест-драйф. Если онлайн какой-то продукт, даем его потестировать бесплатно, неделю, две, три, месяц. То есть если у нас продукт классный, крутой прямо, и вот клиент, если его попробовать не откажется, давайте тестировать. А если у вас продукт не такой, ну, значит, улучшайте свой продукт. Потому это очень странно, с таким продуктом выходить на рынок. И здесь мы бегаем уже с ретаргетингом, не с тем, чтобы, слушай, скачай какой-то полезный контент, что-то изучи. Нет, друг, покупай, покупай, давай, бери продукт, вот тебе промокод, получишь дополнительно что-то еще. Уже здесь мы можем потерять клиента, здесь не тормозим. И все сейчас выдохнули, думали, конец. Нет, конечно же, не конец. Потому что вот закончилась воронка продаж, перед которой были шаги с формированием потребностей и так далее. И начинается дальнейшая работа маркетолога, который тоже отвечает за работу с клиентами и их ощущения после взаимодействия с компанией. То есть здесь наши основные KPI, такие как LTV, lifetime value, жизненная ценность клиента, сколько он нам денег в принципе принесет, если ваша бизнес-модель это позволяет. И все дополнительные шаги, действия, которые привозят к допродажам. Закрытые клиентские клубы, где полезный контент, какие-то мероприятия, что-то еще. Это выделенный сегмент клиентов, который отказался от работы с вами даже по одному из наших бизнесов, но по агентскому самому старому. То есть мы четко знаем, что из 100 отказников в течение года к нам придет два клиента минимум. И менеджер по ним работает, потому что это выгодно. И здесь также у вас должны быть сделаны триггерные рассылки по таким клиентам. Клиент не стал с вами работать, окей, в течение трех-четырех месяцев должно прийти определенное количество персонифицированных писем под него. Приглашение опять же на мероприятие и так далее, и так далее. То есть этих клиентов не бросаем. Вы уже сделали этот лид, зачем с ним расставаться? Работа с негативом. Все ошибаются. Все. Вот если мне кто-то скажет здесь, что мы работаем там хотя бы, я не знаю, уже несколько лет, и у нас там есть несколько десятков клиентов, и нет ни одного недовольного, я не поверю. Все косячат, все ошибаются абсолютно поголовно. И весь вопрос в том, как вы работаете с этим негативом. Решаете проблему клиента, удаляет он потом в социальных сетях или нет. То есть это целый процесс, который также в компании должен быть выстроен. Кросссейл, апсейл. Я про это говорить не буду. Клиенты нас любят, верят, доверяют. Все хорошо, замечательно. И работа с размещением положительных отзывов. Что это значит? То есть мы прямо в поисковой системе должны выбрать первые 20-30 сайтов, которые находятся по запросу названия вашей компании, плюс слово «отзыв». Смотрим, можно ли на этих площадках отзывы от вас размещать. И когда клиент на вопрос вашего менеджера, довольный вы или нет, говорит «да», мы присылаем ему прямо инструкцию в формате картинки в JPEG, как за три шага оставить, например, отзыв на желтых страницах, ел.ру. Но проблема вся в том, что из 10 клиентов, которые вам пообещают это сделать, максимум там 1-2, хорошая погода будет 3 оставит. Но со временем, за пару лет, про вас весь интернет будет пестрить позитивом. И финальный шаг, как бы это высшая благодарность от клиента, это получение рекомендаций, когда он к вам приводит клиентов. То есть это история, связанная с рекомендациями в социальных сетях, в email-рассылках, сайтам, там, и всякие разные механизмы. И, конечно же, это партнерская программа, которая позволяет клиентам, которые уже пользуются этим продуктом, как-то этот продукт рекомендовать знакомым клиентам, получать свой бонус, процент, что-либо еще. Понятно, что это далеко не все инструменты, не все подходы. У каждого клиента свой индивидуальный путь. И сейчас у нас осталось буквально несколько минут. Давайте посмотрим пример, потом вы сможете скачать все это дело. Я понимаю, сейчас вы ничего не видите, на презентации потом посмотрите. Это путь клиента, скажем, одного из самых недорогих сегментов людей, которые покупают стальную дверь. И вот есть шаги. То есть есть Светлана Геннадьевна Явлина. Ее цель — хочет купить металлическую дверь недорогую в квартиру. Ее ожидание — дверь недороже 15 тысяч рублей с недорогой отделкой снаружи, чтобы не привлекать внимание о том, что у них новая дверь. И дверь должна быть герметична от запахов и звуков, потому что это панельный дом, и там зимой молодежь пьет, курит и шумит. А у нее дети, она не хочет, чтобы эти запахи и шумы шли в квартиру. Процесс. Как происходит на этом шаге у нее процесс? Узнают о компаниях от знакомых, в интернете баннеры, социальные сети, ходят по рынкам всевозможным гипермаркетам строительным. Точки контакта, какие у нас здесь есть. Наружка, фирменные магазины, медийная реклама, сайты партнеров, сайты с кейсами, реклама в социальных сетях. Экспириенс, опыт по отношению к нашей компании. Ну, пока отрицательный, потому что если мы попробуем что-то сейчас ей продать, она будет воспринимать это достаточно агрессивно, она еще не разбирается в продуктах. Проблемы, которые есть конкретно у нашей компании на этом шаге. Идеи, что нам нужно сделать на этом шаге, чтобы решить эти проблемы. И так вот по каждой стадии мы имеем определенный список задач. На втором шаге изучают информацию о компании. Соответственно, ее волнует отзывы в интернете, каталог продукции, чтобы его изучить. Какие есть проблемы у нас, что нужно сделать с каталогом продукции, что сделать с отзывами в интернете. И даже финальный шаг, мы проскочили несколько шагов, когда уже дверь установлена, все уехали, ожидание клиента использования двери нормальное, процесс, как она взаимодействует, она открывает, ее закрывает, и точки контакта, которые у нас остаются с клиентом, это дверь, это электронная почта, это группа в социальных сетях, это телефон, и, возможно, мобильное приложение. И проблемы, которые у нас есть на этом шаге, не все клиенты нас это рекомендуют. Теряется связь, контакт с клиентом. И идея сделать, соответственно, интригер на рассылке о заботе по фурнитуре клиента, выстроить партнерскую программу для рекомендаций, подписать на группу в социальных сетях, узнать, есть ли дача, загородный дом для того, чтобы допродавать эту продукцию. То есть и по каждому сегменту у нас должен быть такой путь клиента. Когда у вас он есть, оцифрован максимально, то есть вы максимальное количество клиентов можете довести до финальной точки. И дополнительным бонусом, бесплатный видеокурс, огромное количество всяких разных вебинаров, структурированных, статей, все там есть, презентацию получите, можете зарегистрироваться, пройти, получить сертификат. А сейчас я с удовольствием отвечу на вопросы, благо время у нас осталось. Да. Раз, раз. Да, я могу свой дать, можем один говорить. Спасибо огромное за презентацию. Я отдельно поаплодирую. Спасибо. Очень много, очень насыщенно. И есть такой вопрос. Наверное, не все могут позволить себе вот прям настолько комплексный подход. Конечно. Понятно, что наиболее эффективный. Можно ли как-то выделить что-то, что вот прям must-have, а все остальное уже что-то второстепенное? Да, ну, скажем, must-have такого типичного начинающего предпринимателя. Да, то есть сайт а-ля формата там лендинг-пейдж, контекстная реклама, CRM-система, там, настроенные ретаргетинги, те люди, которые заходят к ним, и, конечно же, работа с SEO-продвижением на будущее. То есть нормальный сайт все-таки надо делать и гнать самый дешевый трафик. Это если человек уверен, что он этим бизнесом будет заниматься еще через два года, через три. Потом это все настраивается уже более серьезно. Всякие сложные аналитики, сложные инструменты интернет-маркетинга, контент-маркетинг. Сначала надо научиться работать с сформированным спросом, а потом уже уйти вперед и назад по пути клиента. Спасибо. Еще вопрос. Какое ПО использовать для логирования пути клиента? Пути клиентов. Я могу сказать, но это сейчас будет реклама, потому что у нас есть такой сервис для клиентов, я это говорить не буду. Смотрите, какие вещи можно использовать, ну вот нативные, которые встроены в рекламные инструменты. Нет, просто если это ваше собственное, то тоже, естественно, назовите. Ну, есть сервис у нас salesfarm.ru, ну вот на конференции Яндекс тоже презентовали в том году, рассказывали, кому интересно, можно зайти посмотреть. Там рассказывается достаточно подробно на кейсе нашего клиента, как это работает. А вот, собственно говоря, руками сами можно сделать, там без разработки сложно. Это, соответственно, у нас все, что связано с Google AdWords, то есть там есть разные сегменты клиентов. Допустим, клиент, приходя на определенную страницу сайта, потребив определенный контент, попадает в следующий сегмент. Очень крутой ретаргетинг сделали во ВКонтакте, совсем там недавно, за последний год. Там тоже в зависимости от страниц, которые люди посещали, мы можем показывать им эту рекламу. Ну, в Яндексе, соответственно. То есть мы здесь берем просто разные рекламные потоки, людей гоняем по стадиям. Конечно, здесь будут пересечения. Мы именно поэтому делали систему для себя, чтобы там большие бюджеты не горели. Но для большинства компаний там некритичные потери совершенно будут. А еще один вопрос. Вот вы упоминали, что запускают рекламу по чужим брендам. Во-первых, насколько это эффективно? Во-вторых, насколько это, ну скажем так, законно? И насколько за это преследует или не преследует поисковая система? Ну, скажем так, что, ну как мы реклама увидели, она есть, она есть всегда. Как бы по этим запросам продвигается. По-моему, и Яндекс, и Гугл в какие-то моменты заявляли, что они с этим как-то будут бороться. Ну, они как-то борются, как они заявляют, но все равно всегда эта реклама мы видим. По запросу нашего агентства тоже коллеги периодически развлекаются. Но они не конвертируют, они, понятно. Они не могут сделать то, что делаем мы по дилерским системам. Вот, значит, здесь вопрос этики в первую очередь. Раз. А с точки зрения маркетинга, как работать с этим трафиком, то есть ни в коем случае нельзя говорить, что там ваши клиенты там плохие, а вы там гения. Да, надо просто показать, что вот условно, смотрите, там есть сайдинг одной компании, есть сайдинг другой. Вот у той такие гарантии, у нас такие гарантии. Там цветов 20 штук, а у нас там 60 штук. То есть человеку дать выбор. То есть мы здесь не пытаемся очернить конкурентов ни в коем случае. Мы даем клиенту, который ищет решение своего вопроса, какие-то вещи еще выбрать. Ну и понятно, что это не должно доходить до шизофрении. На одном проекте клиентском мы видели, анализировав конкурентов, когда конкуренты продвигались по запросам своих коллег с таким посылом, что это вот типа как иностранной компании бренд, но наши отечественные, поэтому дешевле. То есть там просто разница вот такая вот в ценах. Это человек, которому ищет Мерседес, ему предлагать Таврию условно купить. То есть это тоже разумно надо делать. Ну то есть как альтернатива, я насколько знаю, есть даже такой подход, когда не в поисковой системе явно рекламное объявление задается, а делаются отдельные страницы, отдельные лендинги. Мы как альтернатива тому-то. Это эффективный метод? Конечно. Ну где-то работает, где-то нет. Я вот как любой маркетолог, наверное, опытный, и скажет, что 100% инструментов нет, нужно проверять гипотезы. Просто все пробовать. Да, да, да. Но это задача маркетолога. Он должен придумать и проверить. Хорошо. Андрей, спасибо большое. Сейчас просто пока вопросов еще нет. Может быть кто-то еще переваривает. Если у вас будут, вы, наверное, можете пока еще Андрея поймать какое-то время в кулуарах. Да, я еще сейчас буду вот на… Как там вот эту вот историю экспертную. Да, понял. Приходите, вопросы задавайте. Еще раз спасибо. Да, все, спасибо. И я вот последнюю фразу на прощание, то, что у меня традиционная такая прощалочка, да, не верьте никому, кто выступает в этой сцене, ни мне, ни коллегам, до меня, ни после. Все, что мы рассказываем, это исключительно наш опыт. Это те ошибки, которые мы делали там со своими бюджетами, там с клиентскими бюджетами, я не знаю. То, что работало там 2-3 года назад, не факт, что оно будет работать сейчас. То есть самое важное, получив вот эти все знания за сегодня, выделить для себя какие-то ключевые шаги, и что-то реально в течение вот этих 72 часов, пока вот еще шило в одном месте у вас остается, начать это дело внедрять. Если вы этого не делаете, ну, просто вы пришли потусоваться в классном месте с интересными людьми, как бы, да, там, ну, изменений никаких в жизни не будет. Все, всем успехов, удачи, развития бизнеса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.